Добрый день! Рад вас приветствовать в школе Десятиков, которая открылась у нас не так давно. Мы здесь сегодня собрались для того, чтобы послушать и те возражения, которые у вас есть, и немного обучиться тем примерам, которые мы уже наработали в этой школе Десятиков. Сегодня приветствую всех, кто у нас в онлайн-трансляции. Мы это делаем ни для чего, кроме как одного, обучить как можно больших людей быть специалистами, быть компетентными в вопросах, которые люди задают, касаемо негатива всей системы. Коротко, о самой системе. МММ-2011 – это система, которая позволяет любому человеку на планете Земля, вложив маленький капитальчик, стать финансово независимым. Сегодня вот это то рабство, которое у нас с вами происходит, навязанное нами извне, как говорится, из-за бугра, я с вашего разрешения улыбить буду долго, поэтому Сергей Пантелеевич Мавроди придумал вот эту систему, ни для чего, кроме как разрушить и поменять весь устой, который у нас есть с вами. Сегодня мы пройдем по личному кабинету. У нас сегодня новинка, да, Антон? Не сегодня. Но у нас школа десятников складывается таким образом. Здесь дается мотивационная часть, здесь дается практическая часть, и здесь дается непосредственно уже тем людям, которые хотят открыть офис, та часть юридического аспекта, который непосредственно пригодится человеку для открытия офиса, потому что он уже будет общаться с людьми. Здесь есть, собственно говоря, легкий курс и более тяжелый – 2,4 дня. То есть за 4 дня человек может научиться тому, что потребует человеку для дальнейшего открытия офиса. Не вижу долго рассказывать и в онлайн-трансляции, и здесь вам, что такое система МММ. Может быть, как-то перейдем к делу сразу, да. Да, Антон. Слово, собственно говоря, предоставляется Антону. Антон Зевакин – это у нас разработчик новой программы личного кабинета. Здравствуйте, всем приветствую. Приношу извинения, у нас небольшие проблемы с здоровьем у тренера. В связи с этим сегодня мы немножко в другом режиме будем проводить с вами общение, и я предлагаю нам с вами познакомиться поближе. Я, насколько я понимаю, здесь большинство обычных участников, правильно? Поднимите руки, кто участник? Лучше, а выше. Как давно в системе? Кто там? Три месяца в системе. Два. Один месяц. Я сию. Хорошо, значит, в основном люди меньше месяца, да, здесь? Больше. Нет, больше. Если больше. Больше. Кто больше трех? Хорошо, а почему вы решили стать десятниками? Например, вы. Я? Да. Знаете, я так хочу, чтобы все хорошо жили. Вы хотите нести добро, видимо, правильно? Хорошо. Просто у меня профессия, я еще месяц, понимаете? То есть по профессии я создавал добро. Поэтому я сейчас хочу, чтобы я обогател, и я могли позволить себе. Фильм, плавание, поездочие какие-то. Ну вот, одно из первых обязанностей десятника и потребность, желание десятника, в принципе. Это нести добро. Я думаю, что все здесь присутствуют с этим согласны. Давайте разберем еще какие-нибудь обязанности десятника, кто еще знает, какие. Например, вы знаете, какие-нибудь обязанности десятника? То есть десятник является организатором привлечения средств в систему и является бухгалтером своей ячейки, правильно? Хорошо. Все мы знаем, я думаю, что из тех, кто здесь присутствующий, немножко подготовились к сегодняшнему собранию и в курсе того, когда, как сдаются отчеты и в какой форме они бывают. Кто не знает, может поднять угол. Хорошо, не знает никто. Что такое отчетность принципа? У нас в системе есть такое понятие, как привлечение вклада. Мы привлекаем деньги, человек делает вклад, после этого человек просит выплату. Последовательность этих действий надо обязательно задавать своему руководителю, чтобы он имел представление о том, какое положение делал у вас в структуре. Правила у нас такие. Раз в неделю своему руководителю, обычно по воскресеньям, сдается отчет по всем вкладам и всем выплатам, какие были в структуре за неделю. Форму этого отчета вы можете найти на сайте Сергея Пантелеевича или на сайте Прилога. Вот что-то единая форма. Сейчас я вам ее стараюсь показать. Весь открытый. Да вот, иди сюда. Продолжение следует... Форма отчетности, как мы видим, была объединена 5 октября, и с тех пор все должны ее принервить. Какого прошло? С 5 октября 2011 года. Отчет выглядит подобным образом. Мы видим несколько столбцов и несколько строк. В строке мы записываем участника и его операции. В столбце информация об участнике, информация об операции, даты, суммы покупки, продажи и так далее. Реальные бонусы заливаются желтым цветом. Покупка оформляется зеленым цветом шрифта. Продажа красный цвет шрифта. Таким образом, мы имеем возможность наглядно с помощью цветовой схемы представить себе, что происходит в структуре, просто кинув взгляд на таблицу. Например, в этой таблице можно сказать, что вся структура в основном покупает. То есть выводы в структуре довольно-таки редки. Мы видим всего один. Такую таблицу вам надо ввести. Здесь записывается имя участника, здесь записываются все его операции в хронологическом порядке. И раз в неделю такую таблицу надо отправлять своему руководителю. Как я скачал эту таблицу, думаю, вы уже запомнили. Кому-то надо подсказать. Хорошо. За дня на сайте Сергея Батилевича нам надо найти ссылку на сайт КРО. Это форма отчетности единая и формат КРО для отчетности всех, всех десятников системы МММ. То есть заходим на страничку «Контакты» и здесь видим ссылку на сайт КРО. Попав на сайт КРО, нам надо попасть на страничку «Формат КРО». И здесь, пролиставив немножко вниз, мы попадем, увидим ссылку «Единый формат для отчетности десятников». На всякий случай могу сразу же сказать адрес сайта КРО – «Формат КРО-факки.блокспот.com». Ну вот, здесь написано. Давайте напишем на доске. Вот это официальный сайт контроля ревизионного отдела в системе МММ-2011. На этом сайте вы найдете основные рекомендации для того, как есть и учен в ваших струкзуре. В результате сайта КРО, нам нужно что-нибудь отделить в системе МММ-2011. Спасибо. Спасибо. Все записали. Теперь, нажав на ссылку «Формат КРО», мы попали на эту страницу и видим новость. «Вопросы о формате КРО». Здесь есть ссылка на единый формат отчетности. Это ссылка на новость на сайте Сергея Пантелеевича. Нажав на эту ссылочку, попадаем сюда. И здесь, в самом низу, баланс десятки Иванова и ИИ. Это файл Excel, нажав на который, нажав на ссылку, мы скачаем себе файл Excel. Вот он у меня открылся. То есть на живом примере вы можете заполнять свою таблицу для вашей десятки. Теперь запомнили все, как найти эту табличку и в какой форме вести отчетность. Обращу ваше внимание еще раз на цветовую схему. То есть любые бонусы заливаются желтым цветом. То есть вся строка, которую я выделил. Покупка Mavro выделяется зеленым шрифтом, продажа Mavro красным цветом шрифта. Основная информация, которую вы здесь видите, это информация об участниках. То есть фамилия и имя, является нульготником или нет, и контактная данная. Кроме того, кроме этой таблички, каждую неделю в нашей структуре руководитель запрашивает отчет о балансе на счету десятки. Этот отчет представляет из себя список поступлений на карты десятки. Общий список, то есть общая сумма, сколько денег поступило на карты десятки. Общая сумма, сколько денег ушло с карт десятки. И итоговый баланс на десятки, сколько денег имеется в активах в наличии десятки по итогам недели. Такие отчеты также сдаются по воскресеньям. То есть, когда вы будете десятниками, вам надо быть готовым каждое воскресенье, желательно рано утром отправить своему руководителю отчет. В виде письма, в котором написано в простой текстовой форме, балансовый отчет по средствам в структуре и приложенный файл с таблицей КРО. Таблицу, которая выглядит так же, но там будут ваши операции записаны. Таким образом, мы разобрали еще одну обязанность десятника, это ведение бухгалтерского ученого. Теперь давайте посмотрим, как десятник привлекает вклады. С какой целью, что он рассказывает людям и что он получает за это. Какие цели у десятника личные? Кто может ответить на три вопроса? Первое. С какой целью десятник привлекает вклады? Он обеспечивает доходность. Дальше. Каким образом он это делает? Привлечение новых вкладов. Привлекать новых участников. Привлекать новые вклады и новых участников можно разными способами. Самый эффективный, самый простой, это рассказывать своим друзьям о системе, о процентах, которые здесь предлагаются. Делиться собственным успешным опытом получения денег. В основном, спустя какое-то время, люди вступают в систему. Более сложный способ это предоставлять информацию людям, которые вам не знакомы. То есть распространять рекламный материал, рекламного характера. Сейчас я вам покажу пример буклета, который мы распространяем. И расскажу, как он примерно работает. Как известно, у нас здесь офис. Здесь мы привлекаем вклады и приглашаем сюда новых участников. С помощью вот такого вот буклетика. Пожалуйста. Ну их пока два у меня всего. Так что я на одном буду показывать, а другой передавать им. Что на этом буклете есть? Сначала информация о том, что этот буклет ОВММ-2011, с обратной стороны вы видите адрес. И основные мотивирующие факторы. Прибыль, деньги, подарки и так далее. Внутри буклета есть виды депозитов, таблица вкладов, расчет примерный по вкладам в 10 тысяч рублей. И информация других людей о том, почему этот человек вступил в ОММ. Также есть несколько писем о вейперше. На мой взгляд, вот этого буклета достаточно для того, чтобы человек заинтересовался системой и захотел к вам вступить. Как вы сможете обработать там человека, принять вклады, который заинтересовался системой? Как известно, если вы становитесь десятниками, наша система предлагает вам возможность открыть офис свой собственный. Сейчас есть два варианта открытия офисов. Либо вы занимаетесь этим самостоятельно, и система выделяет вам финансирование на первые два месяца. Таким образом, вы находите помещение, разрабатываете рекламную продукцию и запрашиваете финансирование. Если вам подтверждают, то вы занимаетесь своим офисом и развитием его. Второй вариант возможен в нашей структуре. Мы предлагаем такую программу, как франшиза офиса, грубо говоря. То есть, человек может прийти к нам, пройти школу десятников, позаниматься по практическим навыкам. После этого он может попробовать себя в качестве регистратора у нас в кабинете, куда приходят люди, желающие зарегистрироваться, и поступают звонки. В дальнейшем, если мы видим, что человек уже хорошо поднатаскался и может ответить на многие вопросы, и может работать самостоятельно, то мы за счет нашей структуры открываем ему офис. То есть, вам не надо будет ломать себе голову, как сделать рекламу, каковы найти помещения, какую туда поставить мебель и как вообще туда привлечь людей. То есть, вы можете получить готовый поток, если вам это интересно. Вот такие вот у нас есть возможности. Сейчас предлагаю сделать небольшой перерыв на 5 минут. Продолжить попозже. Для онлайн-трансляции те, кто нас видят издалека и кто сидит сейчас перед компьютером дома или на работе, хочу вам сказать, просто у нас технические моменты. Мы сейчас проверяем просто оборудование, как оно работает. И после этого наша трансляция сейчас прекращается просто-напросто в онлайне. Сейчас обучение начнется у нас в офисном режиме. А людей онлайн-трансляции я приглашаю с понедельника по четверг. У нас уже, мы сейчас просмотрим, как наше оборудование работает. И с понедельника по четверг я приглашаю на полное обучение уже с будущей недели. Спасибо. Всего доброго.